Олимпийский комитет России временно дисквалифицирован, а наша сборная не сможет выступить на играх в Корее с флагом и гимном страны. Таков вердикт Международного Олимпийского комитета. Однако, кристально чистые россияне смогут побороться за медали зимней Олимпиады, а команда не будет обезличенной. МОК придумал для нее название «Олимпийцы из России». Ася Емельянова подробнее. Решение не было написано заранее. Секретный доклад Самуэля Шмида, над которым бывший президент Швейцарии работал полтора года, Александру Жукову, Виталию Смирнову и Жене Медведевой выдали, как и всем, за сутки до заседания. Потому что аргументы России в свою защиту действительно хотели услышать. На Олимпиаду наши спортсмены могут поехать. Так решил МОК. Без флага, без гимна, в белой олимпийской форме. Спортсмен из России так будут подписывать и объявлять перед награждением наших олимпийцев. Могло быть и хуже. Просто и имя, и фамилия. Слово «Россия» принципиально для нас. Мы за него сражались. Ну что, что еще может быть более принципиально. Знаете, я не хочу сейчас спекуляциями заниматься на тему того, что было бы. Если бы были варианты полного запрета участия нашей команды в Олимпиаде. Более того, здесь очень важно, что МОК хочет поставить вообще точку в этой истории всей с допинговыми нарушениями. Признает то, что нами проделана огромная работа для того, чтобы привести в нормальное состояние нашу антидопинговую систему. Конечно, отсутствие гимна и флага – это большой минус. Большой минус. На итоговой пресс-конференции Томас Бах появляется в компании автора доклада Самуэля Шмида. Президент МОК формулировал решения, Шмидт – обвинения. Их тоже не так много, как думали. Доказательств существования государственной нации были. Потому полномочия Олимпийского комитета России в МОК временно приостановлены. Виталию Мутко пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры. В Южную Корею смогут поехать только спортсмены с кристальной репутацией. То есть никаких историй с допингом в прошлом. В списке, поданные Федерацией, проверит специальная комиссия Примог. Деятельность Олимпийского комитета России приостановлена с немедленным вступлением решения в силу. Только чистые российские спортсмены смогут участвовать в зимних Олимпийских игр Пхенчхане, в индивидуальных или командных соревнованиях под названием «Олимпийские спортсмены из России». Это последняя Олимпиада, вокруг которой столько судов и расследований. В истории с допингом в России МОК хотел бы поставить точку. В день закрытия игр все ограничения будут сняты. Наша сборная сможет пройти по стадиону с флагом, прозвучит гимн Женя Медведева. Сильнейшая наша фигуристка, выступление которой на заседании исполкома все назвали эмоциональным и убедительным, считает, что для нашей страны все обернется наилучшим образом. Каждый чистый спортсмен имеет право выступать на Олимпиаде. И то, что все мои соперники будут иметь право выступать дважды, завоевать две медали, если это будет в их силах. А если не будет существовать команда России, то у каждого русского спортсмена будет возможность всего один раз выступать. И я почувствовала, что, наверное, это немножко нечестно и все-таки озвучила. Тебя слушали, вопросы задавали? Вопросов мне никто не задавал и речь была. Этот вердикт, который не всем кажется таким уж компромиссным, Россия еще должна принять. 12 декабря пройдет собрание олимпийцев, на котором окончательно будет решено, готовы ли они ехать в Южную Корею без формы, гимна и флага. Только после этого будут составлены окончательные списки, которые МОК еще будет тщательно перепроверять. Ася Емельянова, Иван Малышев, Вести, Швейцария, Лозанна. Сейчас приходят все новые подробности. Глава специальной комиссии МОК Валерия Фурнейрон рассказала журналистам, что все решения по допуску российских участников Олимпиады будут приняты до конца января. Экс-министр спорта Франции возглавила независимую группу допинг-тестирования, которая должна определить список нейтральных участников игр от России. По ее словам, цитирую, российские спортсмены должны отвечать двум требованиям. Выполнить квалификационные нормативы в своем виде спорта и не иметь негативной допинговой истории или дисквалификации в прошлом. И они должны пройти все тесты перед Олимпиадой. Итак, поедут ли россияне на зимнюю Олимпиаду без флага и гимна, станет известно через неделю на Олимпийском собрании в Москве. Бурные дискуссии сегодня и в стенах Госдумы. Депутаты готовят заявление в связи с решением МОК. На прямой связи мой коллега Александр Руденко с охотного ряда. Александр, здравствуйте. Ждем от вас подробности. Да, здравствуйте, Ирина. Конечно, сегодня этот вопрос самый обсуждаемый в кулуарах Государственной Думы. Вопрос, связанный с решением МОК в отношении нашей Олимпийской сборной. Депутаты, мягко говоря, возмущены вердиктом. На заседании выступления практически каждого докладчика начинается именно с этой темы. Я предлагаю послушать, что сейчас парламентарии говорят. Решение с полкома МОК, на наш взгляд, не просто беспрецедентно. Грубо нарушает, попирает нормы, права людей. Благодаря этому решению с полкома МОК, Олимпийское движение, по сути дела, превращается в орудие, грубое орудие политической борьбы. Ничего, кроме осуждения подобного рода решения, разрушающие самые принципы Олимпийского движения, вызвать не может. В Госдуме уверены, что решение МОК сделано лишь на основании косвенных фактов. И на нашу страну оказывает беспрецедентное давление. Причем депутаты считают, что со спортом все происходящее не связано. Это мне напоминало решение в свое время и обсуждение вопроса по ситуации в Ираке, когда Пауэлл показывал какую-то пробирку, где, по их данным, данным Америки содержались вещества, которые Ирак разрабатывал, химическое оружие. Потом, после агрессии, никакого химического оружия в Ираке не было найдено. Россия спасает мир, Россия спасает на Ближнем Востоке. Так давайте вот, значит, отомстим через спорт. При этом в документах написано подтверждений нету, ничего нету, доказательств нету. Даже в этом плане. Да еще заплатите за это, русские. Ехать или не ехать? Мнения на этот счет разделились. Все прекрасно понимают, что спортсмены к такому событию, Олимпиаде, готовятся всю жизнь, но должна прозвучать и жесткая реакция. Мы, извините, не банановая республика, но страна, которая имеет большие традиции, большую историю, великая страна. И это унизительно для нас ехать под нейтральным флагом. И сегодня, мне кажется, каждый должен сам решить для себя, что он хочет и какие у него перспективы. Если мы примем такое решение, что ребята поедут, то только их надо поддержать, потому что они окажутся в очень тяжелой ситуации. Есть виды спорта, где показал секунды метры, и ты чемпион. А есть виды спорта, где можно, как вам сказать, и судейские сложности, тоже фигурное катание, тот же шорт-трек. Отмечу, что буквально полчаса назад все фракции единогласно приняли решение запросить у МОК обвинительные в адрес России документы. Депутаты рассчитывают проанализировать собранные ВАДой и Олимпийским комитетом материалы и уже после, к пятнице, подготовить общее заявление от имени Нижней палаты российского парламента. Ирина. Спасибо. На прямой связи из Госдумы был Александр Руденко. Легендарные спортсмены напоминают у российских конькобежцев, биатлонистов, лыжников, бобслистов только одна жизнь, которую они с детства посвятили большому спорту, и потому атлеты продолжают тренировку. У нас наша держава – это великая спортивная страна. Великая, величайшая. И, конечно, Олимпийские игры не получатся без русских. Потому что мы всегда, мы умеем играть.